Банни, поздравляю с победой. Первая победа в ACA. Если коротко, какие впечатления вообще? Слушай, вот буквально 10 минут не понимал, что произошло. Ой, радостно. Я, ну, круто. Я не знаю, прям. Знаешь, вот тут как бы у меня уже давно нет радости именно победы. Ну, что вот победил, там в графе победы единичка, там в графе поражения не добавилось. Не это сейчас. Очень много людей вкладываются в то, чтобы я показывал хорошие бои. Это наши спонсоры, да. Это русская медная компания Игорь Алексеевич Латушкин. Это наша команда Архангел Михаил. Это мой тренер Сева Цирки. Это мой друг Михаил Рогозин. Сашка Скоредин, менеджер. Это та же Лига ИСЕ, которая дала мне возможность, понимаешь, выступать. Если задуматься, люди, кто за меня болеют. Моя семья, извиняюсь. Я по практике. Мои родители, которые переживают, да. Девушка моя. Очень много людей для меня, дорогих мне людей, которые надеются на то, что я победу. Ну, выиграю, не осудя меня за то, что я проиграю. Но я же понимаю, что это все просто их отношение ко мне. Им нужна от меня победа в любом случае. И когда ты побеждаешь, это как груз ответственности с тебя. Вот. Именно не такое, что ты должен это сделать, а именно такое, что это нужно не только тебе. Это нужно и им, потому что они всей душой с тобой, они за тебя, они в клетке с тобой. И вот это вот, да, я понимаю, что я выиграл реально последним переводом. Наш бой с Мурадом, это были вот та минута, где у меня в голове звякнуло, что или сейчас, или никогда. У тебя больше не будет возможности. Ты отсюда выходишь или победителем, или проигравшим. Да, достойно, как с Магой. Да, там все скажут, неплохой бой, молодец. Но это проигрыш. Это в любом случае проигрыш. Хороший, трудовой, но проигрыш. А он, по сути, никому не нужен. Если так разобраться, он нужен лишь тебе. Вот этот достойный проигрыш, что ты можешь сказать, да, ты молодец, ты отработал, но чуть не хватило. Нет, в этом бы и не прокатило. Я же сказал, что я больше не недооценю себя. То есть я переоцениваю соперника, но иногда недооцениваю себя. Не в этот раз. В этот раз я прям почувствовал, что вот у меня есть именно вот та капля, которую нужно или сейчас отдать, или я просто спокойненько уйду из клетки, не задыхаясь, не хотя там блевать там или еще что-то. Но нужно отдаться там полностью. И я это сделал. Вот какое сейчас чувство. Чувство того, что я никого не подвел. А это я не... Ну как, это слова, но эмоции эти передать невозможно. То есть я очень рад. В каком бою ты отдал больше сил? В бою с Исмаиловым или с Мурадом? В бою с Исмаиловым я отдал больше эмоциональных сил. Это раскрутка, это медиа, это, знаешь, вот такой хайп там, разговоры. А здесь я отдал больше именно физических сил. Здесь я отдал все для победы. И отдал действительно все. Ты давай сейчас подходи к борьбе. Давай, давай! Давай, все, поехали! Опа, опа! Что ты думаешь, не поводу что ли? Поздравляю, дорогой. Отдуши, отдуши. Блин, готов второй бой тоже делать, если честно. Ты устал что ли? Да давай, что ли? Да мы же нормально работали. Давай только, чтобы нам заплатили за выход. Вот это, победа там, непобеда. Ты херня вся странная. Ты наговорился? По двадцатке хватит, нет? Дай лавры следующему победителю. Хватит базарить. Хватит вами базарить. А? Вроде не попустил. А можно отойти чуть-чуть? Или мы мешаем? Что, широкий что ли? Кто ты? Так, Маслев, давай. Здесь сделаем, да? Да, да, да. В целом, ты выглядел свежее сегодня. С чем это связано? Свежее чем? С Исмаиловым. Да? Слушай, я не вижу сейчас стороны. Надо смотреть. Но если говорят так, то может быть. Но, на самом деле, устал, конечно, больше. Больше устал. Борьбы было больше. Соперник больше. Сильнее в плане физической. С Исмаиловым больше скоростная. Такая работа была на ударке. Здесь больше такая мощь. Поэтому, ну, врат раз так выглядело. Сколько боев осталось по контракту с ИСЕЙ? Два боя еще. Есть конкретно какие-то имена? С кем бы ты хотел? Варианты? Да нет. Я думаю сейчас, я же все отдал на откуп менеджеру и лиги, матчмейкингу. Пусть решают, с кем поставят меня. Проблем с кем-то подраться в лиге-то нет. Сам знаешь. Бойцов уйма. Все жесткие. А вот с подачи Исмаилова твой поединок с Емельянько стал возможным, актуальным, я бы сказал. Он, в частности, сказал, что он нокаутирует тебя. Он всегда же говорит. Он всегда говорит, что он и промок говорил, что нокаутирует. Не получилось. Да, в плане там, как это на меня отразилось там, его слова. Да никак. Это же Саша Емельянько. То есть, пусть возвращается. Я буду только рад, если человек вернется. Ну, в плане вообще в стезю спорта, в режим. Закончит, как он сказал, свой период отдыха, и я там посмотрим. В целом, ты один из узнаваемых российских бойцов, тяжеловесов. Была ли какая-то обида, что в прилимах сегодня выступил? Вообще никакой. Я не чеславный человек. У меня нет желания выступать в главных боях вечера. Там еще в шоу каких-то этого мне достаточно. Мне хватило. У меня моя карьера началась с этого. Многие люди идут к этому всю свою жизнь, чтобы выступать в главных боях, быть хайлайтерами. А у меня с этого все началось. Ну, потому что так получилось. Поэтому я, наоборот, так рад, что это все тихонечко, без хайпа минимум. Больше спорта, меньше слов. Жесткий бой. А сколько помогли сборы в Дагестане? На сто процентов. На сто процентов. Мой тренер села в цирке и сборы в Дагестане. Вот это два основных аспекта, которые сегодня дали возможность победить и расти. Ты продолжишь там заниматься, готовиться к ВМ? Обязательно. Обязательно. Только сейчас небольшую паузу возьму. Немножко отдохнуть. Надо залечиться. Чувствую, все отпало уже. В сентябре состоится бой Исмаилова с Минеевым. Как известно, вы хорошо общаетесь с магой Исмаиловым. И планируешь ли ты с ним вместе тренироваться и, возможно, помочь ему подготовиться к поединку с Минеевым? Ну, все будет зависеть от магии, если он, конечно, посчитает нужным и пригласит меня в свой лагерь. Ну, как-то может его там погрузить борьбой там. Ну, я имею в виду, так как я помощник. Ну, не знаю, может быть, что-то ему захочется там. Не знаю. Я буду болеть точно за него. Вот. И еще я очень сильно уважаю его команду. Она очень профессиональная. Я думаю, что они тренировочный процесс-то сделают идеальным под Минеева. Почему? Потому что, во-первых, уже был один бой, а они замечательно работают над ошибками своими и убирают их просто в раз. Поэтому, я думаю, вот, огромный процент успеха маги во всех боях – это его команда. И их подход – это круто, как они работают. Вот. Поэтому, а если, ну, пригласит, мы замечательно посмотрим, какие будут у меня планы. Потому что я думаю, что, если все хорошо, со здоровьем, потому что сейчас надо приехать, подстретить все травмы. Ну, и пару есть проблем. Решить, залечиться, восстановиться, начать тренировочный процесс. В идеале, конечно, август и конец года. И тем самым я отработаю контракт с ЕСЕЙ. И там уже будем смотреть дальше. Давать прогнозы – это не есть хорошо, но если в целом рассматриваете этот поединок, какие мысли в голове возникают по итогу этого противостояния? Бой будет 5 раунда. Это главное событие. Главное событие. Поехали – это не только для любителей МАГА? А вы походите? Нет, я думаю МАГА. Думаю, что будет подход хороший. И, наверное, он вяжет борьбу. Просто подготовиться именно на 5 раундов, не как в первом бою. Немножко подсядет. Хотя 3 раунда, я считаю, забрал. Можно было ничего не давать. Ну, просто сделают хорошую подготовку на 5 раундов. Времени предостаточно. И сделают ее именно с акцентом на борьбу. Зачем маги давать работать с Тиземинеева? Не вижу смысла. Но я имею в виду ударки. Хорошая скоростная работа с переходами в борьбу. Я думаю, это залог успеха будет в этом бою. Наверняка правильное распределение сил. Конечно, конечно. Я говорю, просто тайминг хороший сделают. Именно где взорваться, где перевести, где поддавить. Может отдадут какой-то раунд в плане без борьбы. Знаешь, просто на передвижениях 2-1-2. Что-то вот в этом роде сделают. Если Минеев так же относится к маге, как к первому бою. Я имею в виду недооцениваю его. И думаю, что тут нисколько не вырос. Он делает огромную ошибку. С каждым боем мага становится еще лучше. Спасибо. Не буду задерживать. Все-таки ты выглядишь вставшим. Спасибо за интервью. Субтитры сделал DimaTorzok